Виктор Николаевич Леонов Он родился 21 ноября 1916 года в городе Зарайске Московской области В 1937 году был призван в военно-морской флот Служил на подводной лодке на Северном флоте Но в 1940 году, после перенесенной болезни, его по состоянию здоровья списали на плавучую мастерскую В 1941 году грянула война Он слышал голос отчизны, звавший его на борьбу с врагом, который нагло вторгся на территорию родной страны В эти грозные дни Виктор Леонов добился, чтобы его направили в действующие войска Он попал в разведывательный отряд Северного фронта Тяжел ратный труд разведчика, действующего в тылу противника В первых же операциях Леонов доказал, что он достоин своих товарищей по оружию Все больше раскрывались его воинские способности Даже среди беспримерно храбрых и стойких бойцов он выделялся своей отвагой и выносливостью К тому же у него обнаружились такие ценные качества воина Как умение повлиять на товарищей твердым словом и личным примером Быстро и точно оценить сложившуюся обстановку, мгновенно принять самое правильное решение Отряд морских разведчиков смелыми рейдами наводил страх на врага Немцы никогда не могли предугадать, где он появится Штаб какой части, расположенный по час далеко в тылу, обречен на разгром Внезапно, вырастая за спиной ошеломленного противника, нанося разящие удары Разведчики также внезапно и бесследно исчезали На Северном фронте были сосредоточены отборные части гитлеровской армии В канун 1 мая 1942 года отряд получил не совсем обычное задание Сложность заключалась в том, что на этот раз было приказано действовать демонстративно Всячески привлекая внимание противника, вызывая главную тяжесть удара на себя Разведчики обеспечивали успех крупной десантной операции В предпраздничную ночь два взвода на катерах форсировали один из заливов Барнцева моря Они подошли к берегу, но пристать не удалось Вражеская береговая оборона открыла огонь Разведчики прыгали в холодную воду, добирались до суши и сходу пускали в дело гранаты Предрассветную тьму озарили вспышки разрывов Противник не выдержал удара и наши воины прорвались в горы Разведчики шли по лабиринту впадин и трещин Они двигались, господствовавшие над местностью в высоте 415 Искусным маневром отряд сбил немцев с высоты и укрепился так Разведчики следили за тем, как смыкается кольцо окружения Готовились отразить вражеские атаки Чем больше они привлекут к себе внимание и сил противника Тем успешнее пройдет основная операция И вот первая волна фашистов хлынула в атаку Но тут же отпрянула, точно разбившись о гранитный утес Много атак предпринимали гитлеровцы, но все они заканчивались неудачей Командир отряда отправил Леонова с двумя бойцами установить связь с главными частями Бесконечно длинным казался путь через тылы противника Но он добрался до штаба батальона К концу дня три разведчика вернулись в отряд, выполнив непосильную, казалось бы, задачу Тем временем отборные немецкие части бросались на штурм неприступной высоты И всякий раз откатывались, устилая трупами ее склоны Но положение в отряде разведчиков с каждым часом становилось все сложнее На исходе были боеприпасы Было ясно, что фашисты не откажутся от своей цели завладеть высотой Когда вражеские пулеметчики подобрались на ближние огневые позиции Наши разведчики увидели взметнувшуюся в небо ракету И отряд морской пехоты, который спешил им на помощь Вот в таких операциях оттачивалось воинское мастерство Бесстрашного морского разведчика Виктора Леонова и закалялся его характер Оценив боевые заслуги, командование сочло возможным Несмотря на отсутствие специальной подготовки Присвоить ему офицерское звание И Леонов возглавил отряд морских разведчиков Который отважными рейдами вскрывал систему вражеской обороны Разрушал коммуникации противника Громил его базы, уничтожал живую силу Способствовал успеху наступательных действий советских войск Все больше возрастала боевая слава отряда В октябре 44-го года В период проведения Петсама-Керкинесской наступательной операции советских войск Разведчики под командованием Леонова Высадились на занятый противником берег И двое суток пробирались к назначенному пункту в условиях бездорожья Утром 12 октября они внезапно атаковали вражескую артиллерийскую батарею На мысе Крестовом, овладели ею, захватили в плен большое количество гитлеровцев Когда появился катер с немецким десантом Отразили атаки противника, захватив в плен около 60 гитлеровцев Тем самым отряд Леонова своими действиями создал благоприятные условия Для высадки советского десанта в незамерзающем порту Линахамари И последующего освобождения Петсамо-Керкинеса 5 ноября 1944 года Виктору Леонову присвоили звание Героя Советского Союза По завершении разгрома фашистской Германии война для фронтового разведчика не закончилась Она продолжилась на Дальнем Востоке Одно из самых громких дел отряда Леонова Пленение в корейском порту Вансан около 3,5 тысяч японских солдат и офицеров А в Гензоне разведчики-леоновцы разоружили и взяли в плен около 2 тысяч солдат и 200 офицеров Захватив 3 артиллерийские батареи, 5 самолетов, несколько складов боеприпасов 14 сентября 1945 года Виктор Леонов был удостоен второй медали «Золотая звезда» «Золотая звезда» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова